Великобритания Встретить голодкошерстную выдру в российской природе невозможно. Они обитают только в Юго-Восточной Азии и в Индии. Между тем, это очень общительное, контактное животное, а также очень любопытное. Длинный хвост и перепонки на лапах позволяют выдре ускоряться и с легкостью лавировать под водой. А специальные клапаны в ушах и носу перекрывают проникновение воды во время ныряния. Эти представители куньих могут находиться как под водой, так и на суше. Они непревзойденные пловцы и охотники, причем все делают сообща. У них очень высокая степень организованности. То есть, если перевести на человеческий язык, работают в команде. То есть, один где-то что-то увидел, тут же зовет других, другие подбегают. И вот у них совместная охота, совместное проживание. Впрочем, в океанариуме охотиться не приходится. Здесь кормят по расписанию. За раз одна особь съедает 300 граммов пресноводной рыбы. Питаются три раза в день. На этот раз в меню речной карп. Практически все время выдры резвятся и играют к людям, относятся приветливо. Сейчас этим особям три года. В искусственной среде они могут прожить до 15-16 лет. В природе гораздо меньшее загрязнение окружающей среды, рыболовство и международная торговля ценными шкурками этих животных подвергают вид гладкошерстных выдр серьезной опасности.